МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу Калейдоскоп. Меня зовут Мария Лапчева. Сегодня у нас в гостях Виктор Сергеевич Марков, заслуженный работник культуры Московской области, член Союза писателей России, художник и поэт. Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Здравствуйте, Мария. Спасибо, что вы нашли время к нам прийти. Но вот я вначале только перечислила некоторые ваши регалии. У вас их на самом деле очень много. Поделитесь, пожалуйста, с нами вашим секретом успеха. Как вам удалось и удается столько много успевать? Секрета, я думаю, что никакого нет. Нет, просто надо работать и творчески активно жить в этой же творческой жизни. А вы вообще трудолюбивый человек? Ведь бытует мнение, что творческие люди, они иногда не очень трудолюбивые. Вот у вас как с этим обстоит дело? Ну, в целом, да, трудолюбивый, трудолюбивый. А давайте поговорим о вашей последней выставке, о юбилейной. В конце года она прошла. Расскажите, пожалуйста, пару слов об этой выставке. Выставка 40-я, юбилейная. В прошлом году у меня юбилей был. Но выставка также юбилейная, совпадение чисто случайное. Под названием «Искусство как жизнь с любовью к России». Выставка работает и на данный момент. Выставка продлена в музее. Выставка эта итоговая, как бы приуроченная к юбилею. Показано на выставке 120 работ, живописи, графики и керамики. То есть вы работаете в разных, получается, направлениях. Да, да, да. А вы на выставке получили награду какую-то особенную, да? Я знаю. Ну, я не знаю, особенная это для награды или такая. Ну, да, это самая большая награда Люберецкого района. Это знак отличия за заслуги перед Люберецким районом. Получил я вот на открытии выставки. У меня была вручена эта награда. Да, здорово. А давайте поговорим теперь о начале вашего творческого пути. Вот с чего вы начинали? Вы с детства были творческим человеком, творческим ребенком. Ну, естественно, да. Я с детства рисовал, да. Был в школе лучший ученик по рисованию. Были одни пятерки у меня в школе. И мне посоветовали и преподаватели, и учители рисования, родители это поддержали, этот совет учителя по рисованию, поступать в художественное училище. И я с первого раза поступил в одно из лучших художественных училищ Советского Союза. Оно ходило в тройку лучших художественных промышленных училищ СССР. Абрамское художественное промышленное училище имени Васнецова в то время в Советском Союзе. С первого раза, да? Да, я сам был удивлен, как я из деревни, не имея никакой подготовки. Вот сейчас кружков разных студий различных и государственных, и частных, кругом и всюду можно увидеть и учиться в них. А тогда я нигде не учился, потому что их просто не было, я не мог учиться нигде. И я с первого раза поступил. Ответа на этот вопрос я не могу найти и по сей день, как я поступил с первого раза. Потому что, насколько мне известно, многие поступают по два, по три раза в творческие учебные заведения. И в художественные училища, и музыкальные, и театральные. Ну вот вы поступили, и дальше как годы студенческие притекали? Ну, поначалу мне пришлось первый, второй курс у меня трудно пришлось, потому что у меня не было, как говорится, предварительной подготовки художественной школы, студии, кружка не было. И мне вот в эту жизнь пришлось в художественную вливаться очень довольно-таки относительно сложно. Но со второго курса, да, у меня пошел перелом, я вот вошел, да. И я, кто, некоторые со мной из городов поступали, там вот из областных городов, в Челябинске, с Владивостока со мной учились, с Кировограда, ныне Украина, с Донецка учились со мной ребята. Они учились, подготовка у них была художественная где-то в студиях. И я где-то на третьем курсе их обошел, вот, и очень успешно закончил. Практически там с несколькими четверками, чуть ли не с отличием диплом получил. Здорово. И потом, как вы вот начали работать? Или вы уже работали, когда вы учились? Нет, я не работал, я пять лет учился, а после я получил распределение, мне дали предложение. Распределение обязательно в то время, надо было два года отработать, после любого учебного заведения, среднего или высшего, мне предложили, вот, Сесерд, Дальний Восток, Кунгур, Урал и Гжель. Вы знаете, все, всемирно известный промысел. Ну, так как я из Подмосковья, вот, Московской области родом, я думаю, если я уеду на Дальний Восток или на Урал хотя бы, то я годами не буду видеть своих родителей. Я выбрал, естественно, Гжель. Вот. И Гжель тогда была не очень известна, это был 67-й год. Но я там вот отработал 4 года в Гжеле. Работал там, единицы штатных художников не было, вот, мне предложили работать модельщиком. Я там за 4 года освоил модельное дело, получил высший разряд. Через месяц, там, через несколько месяцев у меня 6-й разряд модельщика, поэтому я могу всю операцию сложную технологическую по керамике самостоятельно делать. Мне не надо просить кого-то модельщика, форматора, литейщика, вот, по росписи. И в жизни вам это пригодилось вот сейчас? Конечно, конечно, да. Когда меня, вот, 4 года отработав, ко мне приехали из Красково и перетащили меня вот в Люберецкий район в 71-м году. Таким образом я оказался на Люберецком земле, где на опытном НЕСТРОМ при керамическом цехе открылась в 70-м году лаборатория художественной керамики по испытанию сырья на художественную керамику, где я больше 26 лет где-то проработал от художника по керамике. Мы занимались испытанием глинистого сырья на пригодность. Нам привозили со всех концов Советского Союза тогдашнего и с месторождения, где-то открывали месторождение новых глин, и они у себя хотели открывать производство на пригодность сырья того или иного на изделия из художественной керамики. А мы занимались испытанием. Очень хорошо, интересно. Разнообразный у вас опыт такой. Лаборатория художественной керамики называлась. Ну, хорошо. Я в ней основную свою часть жизни проработал. А как именно, как художника начался ваш путь? Не то, что начался, а как он продолжился. А как художник, он зародился во мне, творчество во мне зародилось еще в стенах училища художественного. Я уже на третьем курсе начал такие творческие задатки меня проявились показывать. Вы помните свою первую картину, вот такую профессиональную, когда она была на этой? Ну, профессиональной родилась картина после училища уже, через несколько лет, даже через десяток лет после окончания училища. Несмотря на то, что я окончил это замечательное училище, самое старейшее, которым в прошлом, в 15-м году 130 лет исполнилось этому училищу. Это самое старейшее училище художественное, промышленное в Советском Союзе, а ныне в России, естественно. Несмотря на то, что это замечательное училище, имени Ордена Знак Почета награжден, тоже это редкое. Мне кажется, единственное училище награждено этим было к столетию, со дня основания в 1985 году. Я после окончания понял, что я еще далеко не художник. Ах, вот как ты же. Да, да, да. И я после окончания училища, мне пришлось очень активно, плотно над собой работать. То есть вы себя, можно сказать, сделали, да, как художник? Да, 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 конечно, да. Но я сразу в Гжель попал, я сразу же меня ввели в творческую группу, я сразу же в творческой группе участвовал в конкурсах, сразу же третье место по управлению местной промышленности занял. И участвовал в выставках. А все-таки о картинах? А к живописи я пришел позже, в десятилетие. Несмотря на то, что я по образованию художник-керамист, художник по керамике, меня всегда тянуло к изобразительному творчеству, в частности, к живописи и графике. Потому что графика – это всегда основа живописи. Да. Сразу живописью нельзя заниматься, надо рисовать. И больше, и больше, и больше. И мой совет в нашей передаче, кто, если будет смотреть художников, надо больше рисовать. К сожалению, сейчас они уходят от рисования, от рукотворного. На компьютере все делают? Да, да, да. Я знаю. К великому сожалению, надо заниматься уникальным рисунком, рукотворным творчеством. Скажите, пожалуйста. И я над собой работаю очень плотно, активно. Все-таки насчет картин. Давайте перейдем к картинам, давайте перейдем именно к вашему творчеству как художника. Расскажите мне, пожалуйста, какая основная тема у вас в картинах? Ну, основная тема – это среднерусский пейзаж. И так как вы видите, в основном на моих работах, на моих полотнах видите сельскую местность, деревню, потому что сам я родом из деревни, это во мне живет, органически присутствует. А эта тема очень мне понятна и близка, и я работаю в ней. То есть город вы не рисуете? Нет, практически нет, очень мало. Или мало очень совсем. Ну, в графике есть у меня и город, но это немного таких работ. Немного. В основном это все-таки деревня, это исполненно-русские пейзажи. А в живописи, наверное, даже и ни одной работы, я думаю, нет городской у меня. Какие они, ваши пейзажи в основном, светлые, темные? А вот что они несут? С оттенком грусти, но светлые. Светлая грусть все-таки, да? Да, 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 да. Ну, а вот почему? Вы так видите природу России, что вот у нее светлая грусть? Ну, я еще поэтизирую это свое изобразительное свое творчество, поэтизирую. А истоки моего литературного поэтизистского творчества исходят от Есенина, от Рубцова, от таких, понимаете, близких мне поэтов. И вот эту нотку я туда вкладываю. У них же, они же тоже грустные поэты, понимаете? То, что Есенин, что Рубцов. Да. Понятно. Но все-таки вот вы рисуете в каком направлении больше? В реалистичном? Или все-таки с уходом куда-то, вот сюрреализм какой-то? Нет, никакого сюрреализма, но и мне не чуждый эксперимент. Нисколько будет. Ну, а как это? Я считаю, что творческий человек в творчестве, не надо экспериментировать, например, в политике, я считаю, не надо экспериментировать. На живых людях эксперименты ставить. А в творчестве необходим и просто обязан быть в творчестве эксперимент. Должны быть обязательные порядки, обязательно поиски. Он постоянно должен быть в поиске. Не останавливаться никогда на достигнутом. Никогда. Постоянно размышлять, одумать, что-то создать более интересное, более оригинальное, более новое. Но отталкиваться всегда надо от традиции, что я делаю в своем творчестве. Естественно, я основываюсь на традиции. Я пришел к живописи. Я очень много посещал после училища, так как я оказался вот здесь рядом с Москвой. Вы знаете, мы рядом живем со столицей. Очень много, огромные тысячи выставок проходят в Москве. Я завсегдатаем этих выставок был. Сейчас вот реже посещаю. И учился в живописи, научился я на выставках. Спасибо, Виктор Сергеевич. Спасибо. Мы прервемся на рекламу буквально. Дорогие телезрители, никуда не уходите. Мы продолжим через пару минут и будем говорить о творчестве. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Калейдоскоп». Меня зовут Мария Лапчева. Сегодня у нас в гостях Виктор Сергеевич Марков, заслуженный работник культуры Московской области, художник, поэт, член Союза Писателей России. Виктор Сергеевич, давайте продолжим. Мы говорили о стилях, в которых вы рисуете. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о них. У вас есть какой-то свой стиль? Ну, когда мне зрители задают вопрос на открытиях выставок, которых у меня уже было достаточно много, в каком вы стиле работаете, я отвечаю, что пришел я где-то к этому ответу, и характеристики этого своего стиля где-то лет 15 назад. Мой стиль я характеризую так, свой стиль. Это поздний русский лирический импрессионизм. Как интересно. Откуда вы взяли это название? Вы сами его придумали? Сам придумал, сам. Я над этим размышлял, думал, думаю. Меня спрашивают, задают мне вопрос. Как же мне все-таки обозначить свой стиль? А почему такой стиль? Что он означает? Во-первых, я люблю очень импрессионизм. К импрессионизму я еще в стенах училища пришел. Когда я поступил, для меня было вообще это... Как будто я не понимал импрессионизма, направления импрессионизма в изобразительном искусстве. И где-то на втором конце второго курса в училище для меня я понял, что такое импрессионизм. Я полюбил... А почему поздний? Очень, поздний. Очень полюбил французский импрессионизм, позже и русский импрессионизм. Поздний почему? А потому что это происходит уже в 21 веке, поэтому поздний. Лирический, потому что о природе. Конечно, лирический. Русский, потому что о России. Да, идет от поэзии, от лирики, поэтической идет. Интересно. Но я знаю, что вы рисуете в разных направлениях. Это не только природа, это еще портреты. Да? Ну и да, и портреты. Животных вы изображаете. Да, животных. Расскажите об этом по-русски. Я даже планирую выставку сделать, посвященную кошкам в Центральной библиотеке Мнисенина. Да? В Дню кошек. Я не знаю, получится ли в этом году. Просто все не успеваешь. Одних кошек выставить. Интересно. А в портрет я работаю, в жанре портрета я работаю не так много, не так часто, потому что все-таки портреты это больше заказное такое явление. На заказ я не работаю. А в графике я рисую, знакомых рисую. Автопортретов очень много я делаю. Я тоже могу персональную выставку сделать, автопортреты. Интересно. А кроме картин, вы как-то еще творчески самовыражаетесь? Конечно, да. Я работаю в литературе, поэзии. Стихи пишу, да. Вы пишете стихи? Уже больше 40 лет, да. А может быть, прочитаете что-нибудь из своего любимого? В осенних березах просветы мелодий, прелюдий снега и фуги дождя. В них музыка в юг наступающих бродит. Симфонии света на землю сойдя. Здорово. Спасибо большое. Откуда вы берете вдохновение для стихов, для творчества? Из окружающего мира, из живой, богом созданной природы. Вы, наверное, тоже как корреспондент, как тележурналист, видели последние 2-3 дня, в каком очаровании находится природа наша, центральная, русская. А я оттуда же так же черпаю. Постоянно смотрю в окно и призываю всех смотреть больше на живую природу. Меньше уходить в виртуальный мир, а больше обращаться к живому, органическому, созданному богу и природе. Отлично. А скажите, пожалуйста, а... Что я делаю с собой постоянно, всегда. А что еще вы делаете, кроме стихов? Вот я знаю, что вы расписываете, да, сервизы. Ну, да, основная моя специальность, вот я уже вначале сказал, я художник по керамике. Да. Вот, но там нужна база обязательно, мастерская и база, это обжиг, печь. У вас этого все нет? Это сейчас нет у меня, да. А когда было, вот я занимался где-то на территории Львовецкого района. То есть вы только сами расписываете их? Нет, я все делаю сам, от начала до конца. Вот замысла... То есть вы создаете посуду, ее же и расписываете? Конечно, конечно, да, 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 да. Сам все делаю, да. От эскиза и до завершения, до готового изделия, до мелкой пластики, если это скульптура или это посудная группа, вот, утилитарные назначения имеют. Керамика, майолика или фарфор. Последнее время я в фарфоре работал. Вот, я все делаю сам. Многогранно, конечно, это все. Набросок или в голове без наброска. Но в основном я делал набросок, потому что набросок, поиск идет. Если мелкая пластика, вот, птица или какая-то собака, там ищешь. Делаешь набросок, так же тебе не понравилось, ты его переделываешь. Вот, и там несколько вариантов делаешь, вот. И останавливаешься на том, который тебе удовлетворяет, тебе понравился. И переходим в пластилин. Там десятки стадий идут. Пластилин лепишь, потом переводится в гипс, в твердый материал, обрабатывается, снимается форма, черновая рабочая, так называемая форма, снимается. Кропотливая работа, да? Пластилина, да, переводится в гипс, более высокопрочный, так как куйбышевский гипс был прочный. Есть разновидности гипса, есть менее прочные по своей структуре, а есть более прочные. Но все-таки, если вернуться к вашему творчеству, вот вы очень о многом рассказываете, наверняка же у вас, как у любого человека, бывают какие-то трудности, трудные периоды. Вы как с этим справляетесь? Естественно, бывают трудные даже кризисы. Бывают кризисы даже. Конечно, да, и приходится это как-то преодолевать, переживать. А как? Кто вам помогает? Или вы внутри себя ищете силы? Нет, внутри себя, внутри себя сам ищешь. Выход из этого кризиса самостоятельно ищешь. Иногда обращаешься к знакомому за советом. Но больше на себя полагаешься. А помогает в этом самодисциплина. Присутствие внутри себя самодисциплины. Организация. Везде это надо делать. Без этого не может никакого движения вперед. И творчества не будет, и результатов этого творчества. Ни выставок, ни стихов, ни книг не будет. Если самоорганизации, самодисциплины не будет. Да, это безусловно важно. И над всем надо работать. И если перейти сразу к стихам. И над стихом, особенно в последнее время, я строже и строже отношусь к стиху. Если вы смотрите, где-то слушаете, сейчас идет вау. Вообще в творчестве, к сожалению, большое падение. Уровень низкий. А в стихах, в поэзии, в общем, графомания, 90% графомания. А вот о стихах, если что вы принесли, это книги ваши? Да, это мои книги. Расскажите пару слов о них. Это вышли за последние два года. Вот книга «От мажора до минора» сборник стихов вышла в 2015 году в московском издательстве «Новый ключ». И через два года, в 2017 году, вышла книжка «От весны до осени». Которые я название тоже не мог никак долго придумать. Тоже обратился к знакомым. У меня есть знакомые, доктора наук, профессора. К ним обратился. Давайте покажем нашим телезрителям книги. К ним обратился с названием «Помочь». Никто мне ничего не помог. Я нашел результат и сам все нашел. Вот так, да? И вторую можно показать тоже. Она такая в черно-белом, я смотрю. Вот это название пришло как-то само по себе, понимаете? Потому что я же в детской школе искусств работаю, где преподаватель «Гармония». И отсюда пришло это название быстрее. А вот это долго никак не мог. Но нашел потом. Но надо же было стихотворение к этому. Потому что обычно название идет по какой-то строчке стиха, понимаете? Да, да, так всегда бывает. А стиха этого не было. И я буквально написал перед тем, как сдать в издательстве сборник стихов, я написал стихотворение, у меня родилось. Откуда тоже пришло? Неожиданно просто. И довольно-таки я считаю, хорошее стихотворение. Вот там, на одной из последних страниц оно отлично. Виктор Сергеевич, скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то творческие планы? Или вы, может быть, уже хотите просто отдохнуть? Или энергия бьет ключом и много в голове всяких задумок? Поделитесь с нами. Ну, если у тебя в твоей душе присутствует эмоциональное восприятие окружающего мира, красота, гармония его, ты его чувствуешь хорошо, на высоте, на острие на каком-то, значит, творчество еще живет, вот эти творческие потенции находятся в такой активной фазе, значит, надо продолжать творчески трудиться, работать, создавать. То есть у вас активная фаза, получается, продолжается, да? Ну да, 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 и продолжается, она идет, да, вот уже, да. Какие-то задумки, может быть, есть, какие-то идеи, новые проекты, выставки? Вот что сейчас в работе у вас? Картина, может быть, новая? В работе, да, и картины новые, да, и стихи новые в работе. Новый сборник уже, я замышляю, уже материал на сборник есть, написан, на новый сборник, на шестой сборник стихов. И работаю над полотными живописными, над графическими, периодически, по мере возможности работаю. И в планах ближайших выставки персональные, в планах выставка, в ближайших планах проект, выставка натюрморта, одного натюрморта. Это что, подробнее буквально? Персональная выставка натюрморта, натюрморт Виктора Маркова. Будет один натюрморт. И выставка кошек. Выставка кошек. Да, вот в ближайших планах. А в каких-то других направлениях вы себя не хотите реализовать? Например, может быть, преподавать, может быть, учить, как-то передавать свои... Нет, я преподаю. Вы преподаете? Конечно, да. Расскажите об этом пару слов. То есть вам необходимо передавать опыт? Я 23-й год уже преподаю. Мне не хотелось в самом начале, но как тут меня затащили в школу искусства... А, вы не хотели, да, преподавать? Нет, нет, понимаете? Почему? А это энергия творческая отнимает, отбирает энергию. Это точно. А когда вот, особенно поначалу я пришел, это вообще вот прямо уходила энергия. И когда еще, если там группа большая, они прямо у тебя вот вытягивают, высасывают, понимаете? И после надо два, не менее двух дней восстанавливаться творчески. Да, 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 подпитку делать какую-то извне. Но потом вот как-то я втянулся, сейчас вот меньше как-то, но все равно. Замечательно. Виктор Сергеевич, буквально пару слов для обращения к нашим телезрителям, пожалуйста. Ваше пожелание. Виктор Сергеевич Марков, заслуженный работник культуры Московской области, художник-поэт. Меня зовут Мария Лапочева. Смотрите нас в эфире. Поехали. Мы же будем спонтываться. Мы же возьмем ребенок культуры Московской области во всем. Смотрите нас в эфире. Наразин обязательно возьмем. Продолжение следует Tiny Segao. Продолжение следует...